17 июня 2006 года. Пентагон, США. Вот уже 10 дней американские спутники-шпионы внимательно отслеживали район города Барановичи, где проходили крупнейшие российско-белорусские учения «Щит-Союзов». Параллельно донесения о каждом этапе манёвров передавали четыре десятка официальных военных наблюдателей НАТО. Кульминацией учений стала атака вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник», впервые показанных западным специалистам в условиях, приближённых к боевым. Это высота 10-15 метров над землёй, погибающая рельефа. Вот мы вышли на предельно малую высоте. «Беркут, Беркут, я Сапсан. Высота 15 метров. Выходим на позиции боевого противника. Начинаем атаку». «С каждого блока по 20 ракет, и в сумме получилось 80 неуправляемых ракет С-8». «Пуск готов. Совмещаем. Пуск разрешаем. Пуск на боевом сработал. Законно-повторный. Отлично. Оба прямых». «Это страшная сила от одного вертолёта. Мы вроде уже развернулись на 90 градусов, а пушка всё время поворачивается вправо и продолжает стрелять. Это такое впечатление получаешь. Это работает по мощи, как кировец пашет». «Задание выполнено. Противник уничтожен. Уходим на базу». На Западе за высокую огневую мощь вертолёт Ми-28Н получил прозвище «Разрушитель». 16 управляемых ракет «Атака», 80 неуправляемых реактивных снарядов, 30-миллиметровая подвижная пушка, стреляющая почти килограммовым боеприпасом. Но уникальным вертолёт сделала электроника. Не случайно Ми-28Н называют «летающим компьютером». Его система навигации даже лучше, чем у стратегического бомбардировщика. Вертолёт имеет пять систем наблюдения, включая тепловизор, радиолокатор и телекамеры, позволяющие вести боевые действия круглосуточно и в любых погодных условиях. Трудно представить, что задуман этот вертолёт был 40 лет назад. Сегодня мы впервые расскажем о том, как создатели отстояли право Ми-28 на жизнь, а вместе с ним сохранили для России звание ведущей вертолётной державы. Ночной охотник 9 июня 1961 года на аэродроме в Тушино состоялся необычный воздушный праздник. Особый статус ему придавало присутствие космонавта номер один. Ещё одним сюрпризом этого авиационного парада стало массовое участие вертолётов, которые по-прежнему считались диковинкой. «Да-да, всё так и было. Кинооператоры ничего не перепутали. Этот Ми-1 влетел на аэродром задним ходом. Сегодня кран транспортирует дом. Конструктор необычного сооружения Михаил Леонтьевич Миль». За кадрами официальной кинохроники этого дня осталось беспрецедентное событие – конфликт двух высших руководителей советской армии. Поводом стал созданный в КБ Михаила Миля вертолёт Ми-1, вооружённый противотанковыми ракетами. Показывая вертолёт Никите Хрущёву, министр обороны Родион Малиновский недовольно сказал – «Я эту штуку палкой собью». Но за машину неожиданно вступился его заместитель Андрей Гречко. Перепалка быстро вышла за рамки нормативной лексики. Хрущёву пришлось утихомиривать не на шутку разошедшихся маршалов. Однако вертолёт так и не был принят на вооружение. Спорить со своим министром обороны глава государства тогда не решился. Этот конфликт отразил накал страстей между сторонниками и противниками боевых вертолётов. В 1965 году в США был разработан специализированный винтокрылый штурмовик «Кобра» с противопульным бронированием. Но многие советские военные считали, что единственной защитой вертолёта могла стать скорость. Теоретический предел винтокрылых машин был 350 км в час. Впрочем, конструкторы не стояли на месте. Секретно. 12 ноября 1967 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооружённых сил СССР, маршалу Советского Союза Матвею Захарову. В США на испытаниях вертолёта с дополнительным толкающим винтом AH-56A «Шайен» достигнута рекордная скорость 407 км в час. «Шайен» предполагается оснастить пушкой, пулемётом и противотанковыми ракетами. Он предназначен прежде всего для ведения боевых действий в Европе. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР, генерал-полковник Пётр Ивашукин. Проект «Шайен» закончился самым грандиозным провалом в истории армейской авиации США. Американцам так и не удалось решить сложные технические проблемы комбинированного движителя. Тем не менее, в 1968 году вышло постановление советского правительства о создании ударного вертолёта с десантным отделением Ми-24 и специализированного штурмовика Ми-28. Военные считали, что последний должен стать высокоскоростным истребителем танков. При этом они настаивали на установке катапультных кресел. Стремясь выполнить эти требования, в КВ Московского вертолётного завода разработали множество экзотических конструкций. У нас были проекты, тоже одновинтового вертолёта с толкающим винтом, похожий на «Шайен», двухвинтовой вертолёт с поперечной схемой. Ну, в общем, много было таких проектов, которые были продвинуты до уровня натуральных макетов. В 1970 году скончался генеральный конструктор Московского вертолётного завода Михаил Мель. Противники создания ударных вертолётов вновь попытались доказать, что технический прогресс, в том числе появление ракет с тепловыми головками наведения, ставит крест на идее винтокрылых штурмовиков. 9 сентября 1970 года было назначено заседание военно-промышленной комиссии, на которое были приглашены представители КБ имени Миля. Министр начал докладывать, что вот сейчас строится боевой вертолёт, и Ми-24 в КБ Миля. Устинов немедленно прореагировал и сказал, какой ещё боевой вертолёт? Его сшибут ракеты с головкой, с тепловой головкой самонаведения. Он не может воевать в нынешних условиях. Я, значит, поднял руку, он сказал, чего тебе? Говорю, что вот можно создать устройства, которые будут уменьшать тепловую заветность, и это снизит вероятность поражения вертолёта, и он сможет воевать. Это выступление Устинов запомнил. И не только не закрыл тему Ми-24, но и назначил дерзкого инженера главным конструктором московского вертолётного завода. Надежды секретаря ЦК Марат Тищенко оправдал. Под его руководством были разработаны вертолёт-гигант Ми-26 и знаменитая летающая ПМП Ми-24. А также началось создание винтокрылого танка Ми-28. 6 октября 1973 года египетская армия пересекла Суэцкий канал и вклинилась в оборонительную линию израильтян. Стремясь закрепить успех, 14 октября танковая бригада египтян попыталась совершить обходной манёвв, но неожиданно была атакована израильскими вертолётами Иракес. Одна эскадрилья вертолётов уничтожила более 70 танков на марше. Это показатель, ну, очень огромной также важности для, вообще-то, решения, успеха, и, я не побоюсь даже этого слова сказать, и победы в этом конфликте. Умело используя рельеф местности, дикоходные иракезы, корпус которых пробивался из лёгкого стрелкового оружия, уничтожили половину танковой бригады, а сами вернулись без потерь. То есть, вертолёт используется на малой высоте, до 20 метров высоты, он практически неуязвим для противника. То есть, он, во-первых, не поддаётся обнаружению, так сказать, радаров, раз. Во-вторых, для средств поражения, наземных средств поражения, это весьма сложно, потому что вертолёт работает из-за рельефа местности, из-за некоторых укрытий, практически как пехотинец. Полёт на малой высоте делал бесполезными катапультные кресла. Лётчики просто не успели бы ими воспользоваться. Для спасения экипажа была разработана система, аналогичная межпланетным аппаратам. 16 января 1973 года автоматическая станция «Луна-21» доставила восточную часть моря ясности «Луноход-2». Из-за отказа гамма-высотомера выключение тормозного двигателя произошло по касанию лунной поверхности. Но благодаря особой конструкции посадочного модуля всё прошло благополучно. В опорном механизме посадочной платформы вместо обычных амортизаторов конструкторы использовали металлический пруд. Растягиваясь до разрыва, он обеспечивал безопасное торможение. Тот же принцип поглощения энергии за счёт разрушения используется для спасения экипажа на Ми-28. Шасси на Ми-28 кажется совершенно обычным. На самом деле это сложное двухкамерное устройство, которое заканчивается высоко в фюзеляже. В случае аварийной жёсткой посадки шасси начинает поэтапно ломаться и постепенно гасит скорость. Затем при ударе корпуса о землю проваливается днище кабины и срабатывает энергопоглощающее кресло. Подобная система снижает перегрузки почти в 10 раз и спасает жизнь лётчикам. Вы видите кадры уникальных испытаний этой системы. Она обеспечивает спасение экипажа при падении с вертикальной скоростью 12 метров в секунду. Это как удар автомобиля о стену на скорости 120 километров в час. Это достаточно большая скорость, при которой практически фюзеляж разрушается. Но вот пассивная система, это когда начинает последовательно работать и складываться конструкция сначала фюзеляжа, потом начинает двигаться кресло по одному профилю, потом по второму профилю. И это позволяет спасти экипаж при таких огромных перегрузках. На высоте более 100 метров система спасения работает по другому алгоритму. Сначала отстреливаются крылья и двери обеих кабин. Затем специальные резаки освобождают летчиков от привезных ремней. Надуваются специальные трапы, которые не дают задеть шасси или повернутую пушку. И экипаж покидает машину с помощью парашютки. К середине 70-х годов на московском вертолетном заводе практически закончили работу над обликом вертолета Ми-28. Однако его создание вновь пришлось отложить. Секретно. 12 февраля 1976 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. Командование армии США проводит сравнительные испытания перспективного ударного вертолета по программе ААЭЧ. Основной задачей новой машины должна стать борьба с танками в условиях противодействия сил ПВО и средств РЭП-противника в любую погоду. Председатель КГБ при Совете Министров СССР, генерал армии Юрий Андропов. Советское военное руководство решило воспользоваться американским опытом. И в 1976 году вместо продолжения работ по Ми-28 был объявлен конкурс на создание ударного вертолета для Советской армии. В КБ имени Камова под руководством генерального конструктора Сергея Михеева разработали оригинальный проект К-50 «Черная акула» с соосной схемой расположения винтов. Подобные машины имеют больший статический потолок, а также обладают высоким КПД и отличными характеристиками при зависании и в режиме малых скоростей. Они компактны, поэтому нашли широкое применение в палубной авиации. Однако у вертолетов соосной схемы были известные недостатки. Сложная и уязвимая колонка винтов, невозможность размещения надвинтовых РЛС, а также опасность схлёстывания лопастей при боевых манёврах. Здесь есть проблема физическая, и её решить можно было бы разнесением винтов на большее расстояние между собой, но здесь тоже есть практически предел, выше которого их не разнесёшь. И этот предел всё-таки как бы на определенных режимах схлёстывание не исключает. Но Сергей Михеев верил, что его коллектив, обладающий колоссальным опытом в создании соосных вертолётов, сумеет решить эти проблемы. Чёрная акула не имела аналогов в мире не только по аэродинамической схеме. На К-50 впервые в мировой практике было установлено катапультное кресло, а экипаж сокращён до одного человека. Однако на московском вертолётном заводе, исходя из опыта боевого применения вертолётов, считали, что лётчик не может совмещать задачу пилотирования на малой высоте и управления вооружением. Он должен внешнюю обстановку воспринимать в масштабе один к одному, чтобы не потерять просто пространственную ориентировку. Вот. А для того, чтобы искать и обнаруживать цели, надо смотреть в увеличительную оптику, там, 12-15 крат, иначе, во-первых, ничего не найдёшь и уж точно не попадёшь. Вот. Один человек делать одновременно и то, и другое не в состоянии. В 1977 году под руководством министра авиационной промышленности Силаева и командующего ВВС Кутахова начался конкурс макетов. Тандемная кабина, две прицельно-обзорные станции и пушечные установки придавали Ми-28 характерный угловатый вид. Сегодня все вертолёты четвёртого поколения имеют похожую форму, но в конце 70-х советскому руководству машина показалась некрасивой. Им это очень не понравилось. А потом, когда они поехали к Михееву, Михеев, в общем, схитрил. Он сделал красивенький обтекаемый нос. Кутахову это очень понравилось. Он попросил фломастер и на фюзеляже, на борту крупно поставил свою подпись. Её потом прикрыли плексиглазом и долго хранили. Не знаю, может и сейчас хранят. Не зная, что судьба конкурса предрешена, конструкторы Московского вертолётного завода продолжали совершенствовать Ми-28. Каждое техническое решение проходило тщательную проверку. Эту колоссальную работу возглавил ведущий конструктор Марк Вайндер, который в будущем сыграет в судьбе машины важную роль. Для испытания винта и других узлов на базе Ми-24 были созданы четыре летающих лаборатории. Один из полётов едва не закончился трагедией. В воздухе лётчик-испытатель Гурген Карапетян неожиданно почувствовал тряску. Причём колебания были такими, что ведущий инженер в передней кабине, когда он сидел, она достаточно просторная, его головой било об остекление. Лётчик ещё не знал, что столкнулся с редким явлением хордовым флаттером, самопроизвольными автоколебаниями лопастей. В мире было известно лишь три подобных случая, и все они закончились гибелью экипажей вертолётов. Но Карапетян недаром слыл лётчикам от Бога. Когда я общий шаг поставил на защелку, колебания перестали возрастать. Ну, я выпустил шасси, когда я взялся за общий шаг, снова, эти колебания начали возрастать. Тут я уже его уменьшил и поставил на защелку, потому что я понял, что я нахожусь в контуре управления. Посадка сходу прошла благополучно. Методика Карапетяна по выходу из режима Хордового Флаттера была немедленно распространена в вертолётных полках и лётных школах. Тщательная отработка всех узлов позволила создать уникальный полётным и пилотажным качеством вертолёт. Ми-28 может двигаться вбок и назад с высокими скоростями. Кроме того, он единственный российский боевой вертолёт, способный выполнять бочку и мёртвую петлю. При той же самой петле если взять чисто по вертолётному, он начинается на одной высоте так, а вывод происходит на большей. То есть, если вы столкнулись с каким-то, видите, что у вас какое-то препятствие, то можно смело выполнять петлю так и вы закончите её вывод на большей высоте от земли. В 1979 году советские войска вошли в Афганистан. Ударный Ми-24 стал одним из героев разгоревшейся войны. Маджахеды говорили, что не так боятся русских, как их вертолётов. Секретно. 12 февраля 1980 года. Лэнгли, директору ЦРУ, адмиралу Тёрнеру Стэнсфилду. В Афганистан прибыл вертолётный полк, укомплектованный Ми-24 «Хинт». Броня делает его почти невосприимчивым к нашим средним и тяжёлым пулемётам. Военный советник при правительстве Исламской Республики Пакистан майор армии США Марк Аткин. За советскими Ми-24 была развернута настоящая охота. Американский журнал «ЮС Мэгазин» даже объявил за него награду в миллион долларов. Чуть позже, на Ближнем Востоке, в результате предательств, в руки армии США попадёт не один, а целая эскадрилья двадцать четвёрок. На одном из полигонов Соединённых Штатов Америки были проведены сравнительные учения с использованием машин Ми-24 трофейных. Так вот, это было лет где-то, наверное, 15 тому назад. Так вот, в задних этих учений американцы пришли к выводу, что на тот момент Ми-24 лучше ударный вертолёт своего времени. И, несмотря на то, что к этому времени уже Апач, вы знаете, был в строевых частях американских вооружённых сил. Для борьбы с советскими Ми-24-ками в 1983 году армия США объявила о новой амбициозной программе создания лёгкого многоцелевого вертолёта, который получит в будущем название Каманч. Между тем, война в Афганистане выявила и недостатки Ми-24. В горных условиях им не хватало мощности. Кроме того, хорошая защищённость сводилась на нет небронированными боковыми стёклами. Летел вертолёт Ми-24 и лётчику попала пуля в голову. Летели они на высоте 50 метров, оператор не успел взять управление и машина разбилась. И тогда, так сказать, в разговоре с... Ну, у нас состоялся разговор по этому поводу и было принято решение такое, что сделать кабину полностью бронированной, в том числе и боковые стёкла. Это решение было воплощено на Ми-28. Сейчас вы видите уникальные кадры огневых испытаний его кабины, которые ещё недавно хранились под грифом «Секреты». 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 В конце ш追加 В 1960-х годах на советских танках впервые в мировой практике была использована комбинированная броня, чередующиеся слои стали и керамики. Это значительно повысило защищенность машины. В кабине Ми-28 капсула летчика и оператора сделаны из алюминиевой брони и бронестойкой керамической плитки. В случае повреждения в бою они легко меняются, наклеиваются, как обычный кафель в ванной комнате. Применение комбинированной брони позволило существенно снизить вес вертолета при том же уровне защиты. Высокоскоростной бронированный штурмовик нужен был в Афганистане как можно скорее. В августе 1980 года, оценив уровень проработанности проекта Ми-28, комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам приняла решение о строительстве двух экспериментальных машин, не дожидаясь официального утверждения макета. В 1982 году вертолет поднялся в воздух. Министерство авиационной промышленности стало готовить документы на постановку вертолета в серийное производство. Советские ВВС могли бы получить первые Ми-28 уже в 1987 году, однако этому не суждено было сбыться. В 1985 году на пост генерального секретаря ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. К тому времени экономика страны находилась в состоянии застой. Новый советский лидер объявил о начале курса на экономические реформы. И все-таки все то, что мы развернули через реформу, через демократию, через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включение, вот это только будет. К этому надо. В том же году начались сравнительные испытания вертолетов К-50 и Ми-28. Обе машины понравились военному. При этом К-50 проявлял скорее качество истребителя, в то время как Ми-28 был грозным летающим танком. Возникла даже идея принять на вооружение обе машины. Однако новое руководство страны в связи с нарастающим экономическим кризисом требовало сокращения расходов. И военные решили сделать ставку на одноместный К-50 «Черная акула». Было очень обидно. Настолько обидно, что и несправедливо. Потому что я участвовал в этих сравнительных испытаниях на полигоне. И все, что я видел, абсолютно не соответствовало тому, как все это проходило по каким-то там документам официальным. Хотя решение о постановке на вооружение К-50 уже было принято, формально конкурс продолжался. В апреле 1986 года состоялись одновременные испытания Ми-28 и «Черной акулы» на обнаружении цели. Они наглядно подтвердили преимущество двухместной машины. Но военное руководство все равно решило выбрать «Черную акулу». А для поиска целей предложило создать дополнительный вертолет-целеуказатель. Это абсурдное решение раскололо советский вертолетный мир. Спасли Ми-28 заместитель главного конструктора Марк Вайнберг и ведущий летчик-испытатель московского вертолетного завода Гурген Карапетян. В августе 1987 года они с огромным трудом пробились на прием к секретарю ЦК КПСС Добрынину. Вот они все это дело рассказали, показали, с картинками, с доводами, с объяснениями. И тогда эта мудрая секретарь ЦК КПСС говорит, ну что, мы итоги конкурса отменять не будем. Там подписалась куча народа, там больше 50 уважаемых всяких людей. Давай, говорит, выпустим новое постановление ЦК по дальнейшему продвижению работ по Ми-28. Постановление ЦК КПСС позволило конструкторам приступить к созданию более совершенной версии вертолета – Ми-28А. Но в начале 90-х годов ситуация в стране еще больше осложнилась. Митинги, забастовки охватили всю страну. Нет других возможностей к объединению, нежели дело. Если у нас сейчас почти 40 миллионов нищих, если будет 60 миллионов, а нам надо вводить какие-то компенсационные барьеры, чтобы как-то народ все-таки защитить. Не в силах мириться с происходящим, Марат Тищенко ушел с поста главного конструктора. Я не видел путей, как сохранить коллектив. Зарплаты обесценились, финансирование прекратилось. Я не видел, как я могу людям в глаза смотреть, когда зарплата, скажем, не выплачу. Согласно веяниям нового времени, на заводе были проведены выборы нового генерального директора и генерального конструктора, на которых победил Марк Пайнберг. Марк Пайнберг тоже не сразу решился выдвинуть свою кандидатуру. С одной стороны, конечно, он за время борьбы за 28-ю машину накопил большой опыт, но с другой стороны, он понимал, что ему 55 лет было тогда ведь уже. Он перенес инфаркт. Это как раз, по-моему, было так как раз в 90-м году. 17 января 1991 года американская авиация нанесла удар по военным объектам Ирака, оккупировавшего Кувейт. Иракская система ПВО оказалась неспособной отразить нападение. Совершенно секретно. 12 июля 1991 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооружённых сил СССР, генералу армии Михаилу Моисееву. Успех начальному этапу операции обеспечили вертолёты АХ-64Д «Апач Лонгбоу». Ночью на малой высоте они проникли на территорию Ирака и уничтожили две главные иракские РЛС. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба, генерал-полковник Евгений Тимохин. Удары ночных вертолётов оказались чрезвычайно эффективными. Этот факт заставил генерального директора Московского вертолётного завода Марка Вайнберга пойти на неожиданный шаг – прекратить работы по Ми-28А. Мы завершали постройку. Я работал на МВЗ у Вайнберга. Он меня как-то позвал и говорит, не кажется тебе, что машина наша устарела морально? Все силы и финансирование Вайнберг сосредоточил на создании всепогодного и всесуточного варианта Ми-28Н. При этом ему пришлось бороться за выживание коллектива. В 1993 году, согласно указу президента России Бориса Ельцина, началась приватизация госпредприятий. Вскоре стало известно, что акции Московского вертолётного завода активно скупает вертолётная компания Сикорского и отечественные фонды сомнительного происхождения. Марк Владимирович добился, чтобы контрольный пакет принадлежал государству. Я вообще абсолютно уверен, что если бы мы этого не сделали, то сегодня мы в лучшем случае для фирмы это бы занимались адаптацией вертолётов Сикорского типа С-76 для российских условий. Несмотря на сложное экономическое положение завода, в августе 1996 года первый Ми-28Н был собран. Спустя два месяца он впервые поднялся в воздух. Машина очень управляемая, и если у лётчика хорошие навыки, то она слушается лётчика. Очень вёрткая, маневренная машина. Экономическое положение завода продолжало ухудшаться. Марк Вайнберг неимоверными усилиями поддерживал предприятие на плаву, одновременно пробивая на всех уровнях новый вертолёт. 3 февраля 1997 года его сердце не выдержало. Буквально через два месяца после смерти Вайнберга на московском вертолётном заводе началась процедура банкротства. Новые руководители постройки вертолётов уже как бы сильно не думали. Поэтому машина Ми-28 в 1996 году, как мы её закатили в цех, и два года там этот вертолёт простоял. Не менее драматично складывалась судьба главного конкурента Ми-28 вертолёта Ка-50. Из запланированных нескольких сотен удалось изготовить только 9 таких машин. Кроме того, произошло несколько случаев исклёстывания лопастей. Один из них привёл к катастрофе. Погиб начальник Центра боевого применения армейской авиации, герой Советского Союза, генерал Воробьёв. Из-за малой высоты воспользоваться катапультой он не успел. Лётчик пилотировал вертолёт за пределами ограничений, предусмотренных руководством полётной эксплуатации. Конечно, в РЛЭ, в руководство полётной эксплуатации, можно внести всякого рода ограничения. И в жизни, так сказать, вот такой, гражданской, эти ограничения будут соблюдаться. Но если речь идёт о войне, о реальных боевых действиях, то лётчик будет выжимать из машины всё, что можно. В третье тысячелетие человечество вошло с радостными надеждами. Но очень скоро выяснилось, что оно не смогло оставить за порогом старые проблемы, а лишь приобрело новые. Чтобы противостоять новым угрозам, армии ведущих стран мира сделали ставку на высокотехнологичное оружие, включая вертолёты с новым радиоэлектронным оборудованием. Однако российская армия оказалась на пороге 21 века с изношенными Ми-24. Ещё немного, и страна навсегда бы утратила место среди ведущих вертолётных держав. В этих условиях настоящую государственную мудрость проявил коллектив ростовского вертолётного завода «Роствертол» и его генеральный директор Борис Николаевич Слюсарь. И вот в один из моих приездов туда Борис Николаевич Слюсарь собирает акционерное собрание и приблизительно такие слова говорит. Прибыль 2001, 2002, 2003 года мы с вами можем поделить, ну и проесть. А можем эту прибыль выделить на постройку суперсовременного вертолёта Ми-28Н. И люди поверили, он сумел их уговорить. В 2002 году на деньги рост вертола начались государственные испытания Ми-28Н. А уже в декабре 2005 года первый серийный вертолёт поднялся в воздух. Этот вертолёт, в общем-то, по сути, большой компьютер. Мне так кажется даже, что он как бы обладает определённым интеллектом. Потому что когда садишься, включаешь все системы, когда начинают светиться все экраны, все дисплеи, то ощущение, что ты общаешься вообще с живым организмом. Вертолёт Ми-28Н построен согласно простым правилам. Стараться быть незамеченным. Если заметили, не поражённым. Если поразили, выжить. Сейчас вы поймёте, почему Ми-28Н называют ночным охотником. Действуя в полной темноте, он появляется над противником словно призрак. С помощью тепловизора ночью в густом лесу человека видно на расстоянии 6,5 километров. Скрытность применения днём обеспечивает расположенный над винтом радар, способный за 10 километров увидеть отдельно стоящий танк или боевую машину. Для поиска целей ночному охотнику достаточно лишь выставить макушку из-за укрытия. Тактику действия вертолёта вы можете увидеть с помощью компьютерной анимации. Подойдя к цели на предельно малой высоте, экипаж командирского вертолёта с помощью РЛС из-за укрытия выявляет цели. Компьютер отображает их на тактических картах всей атакующей группы с указанием наиболее опасных и приоритетных. Распределив объекты для удара, Ми-28Н выполняют энергичный подскок и стремительно нападают. В эту машину мы вложили философию, которая себя показала очень успешно при создании Ми-24, и опыт всего мирового битостроения в этой области, в области боевых машин. Всё управление бортовым оборудованием и оружием Ми-28Н интегрировано в единую систему. Три бортовых компьютера снимают с лётчика и оператора огромную нагрузку и позволяют действовать быстрее, чем реагируют средства ПВО противника. Вот это вот удивительно и поражает, что машина сделана на лётчика средней квалификации, основная функция которого — просто наложить марку на цель. Ми-28Н способен не только штурмовать позиции наземного противника, но и сражаться с вертолётами и самолётами на низких высотах. Для этого предусмотрена установка ракет «воздух-воздух» таких же, как и на современных истребителях. Особое внимание было уделено повышению живучести Ми-28Н. Бронированной является не только кабина, но и все важные агрегаты. Помимо этого, они дублированы. Вспомогательные узлы располагаются так, чтобы защитить более важные. Чтобы попадание одного снаряда не выводило из строя весь вертолёт. И таким образом два двигателя расположились по бортам вертолёта. И сами двигатели одновременно являются защитой для главного редуктора, который передаёт вращение на несущий винт. Винт сделан из баллистически устойчивых композиционных материалов. И спроектирован таким образом, что даже при сильном повреждении можно продолжать полёт. В этом смог убедиться Александр Климов. Во время испытательного полёта незакреплённая крышка турбопривода ударила по лопастям силой артиллерийского снаряда. Я смотрю, техники собрались, все дружно смотрят на несущий винт. Пока я вылез из кабины, подошёл и сам ахнул. Там сквозь лопасти видно небо, такие дыры зияют. На основе опыта Ми-28Н были созданы ночные модификации самых массовых российских армейских вертолётов Ми-8 и Ми-24, которые соответствуют современным западным образцам, а по некоторым параметрам даже превосходят. На базе Ми-28Н планируется разработать целое семейство новых вертолётов. Сегодня мы работаем и над перспективным обликом тяжёлой транспортной машины. Сегодня мы работаем над несколькими перспективными машинами среднего и более лёгкого класса. То есть я считаю, что самый трудный период за последние 30 лет нашей вертолётной авиации, если можно так сказать, он пройден. 24 марта 2004 года, после успешного полёта предсерийного образца Ми-28Н, Пентагон объявил о сворачивании программы по созданию малозаметного перспективного вертолёта «Каманчо». Согласно анализу американских специалистов, ещё на стадии проектирования новая машина уступает российской. 2006 год стал знаменательным в истории российского вертолётостроения тем, что первые серийные Ми-28Н уже поступают в армию. В ближайшие годы Министерство обороны планирует закупить ещё 97 подобных машин. Но не менее важным представляется прекращение изматывающего противостояния между двумя конструкторскими коллективами. Решением правительства параллельно с Ми-28Н будет выпускаться и новая двухместная модификация чёрной акулы – К-52. Это позволит России сохранить технологическую базу для создания новых винтокрылых машин, которые, по мнению военных специалистов, будут играть всё большую роль в вооружённых конфликтах. Редактор субтитров А.Сёмкин